ну а теперь отвлечемся от основной темы нашей программы и полюбившуюся буквально с первого раза рубрика про питер питер с воды продолжаем рассказывать как существовать в центре петербурга находясь на водной глади сегодня мы поговорим о том что потребуется если вдруг вы решили управлять каким-то водным транспортным средством и передвигаться по водным артериям петербурга первое что вам понадобится это водительское удостоверение но в данном случае на право управления маломерным судном если у вас по какой-то причине двигатель на вашем маломерном судне меньше чем 10 лошадиных сил то этот документ вам не потребуется но во всех остальных случаях извините будьте готовы предъявить это по первому требованию проверяющего органа для того чтобы получить этот документ нужно отучиться в данном случае обучение было в гимс и соответственно сдать экзамены и точно так же как на водительском удостоверении самым обычным здесь есть категории для парусных судов категории свои для моторных лодок катеров и соответственно гидроциклов категории другие и они все отмечаются здесь отмечаются также допустимые районы плавания и все это проверяют инспектора гимс которые могут вас остановить на воде и проверить ваши документы еще один документ который вам потребуется это судовой билет если раньше это была книжечка то сейчас это лист формата а4 и я думаю вы обратили внимание что в руках у меня не оригинал а копия потому что опасно намочить потерять порвать как-то испортить этот документ поэтому правило разрешают оригинал документа хранить у судовладельца то есть дома в сейфе а соответственно копию сделать обычную ксерокопию заверить ее в гимс и вот этой копии которая заверена с двух сторон в печатями в любом подразделении гимс вы имеете право уже передвигаться по водным артериям петербург это не только туристический город в первую очередь это большой порт так и называется большой порт санкт-петербург и если вы посмотрите его акваторию то сильно удивитесь то есть даже сейчас находясь просто финском заливе мы реально находимся на территории большого порта санкт-петербурга для того чтобы здесь находиться и выходить за его территорию должно быть вот такое вот разрешение которое подписывает капитан порта и соответственно она дается очень просто нужно лишь отправить копии документов на судно копии документов на право управлять маломерным судном написать заявление буквально день и вас приглашают это разрешение получить но фактически мало кто это разрешение получает потому что у нас де-факто в принципе разрешено плавать где угодно лишь бы не заходили за благовещенский мост и не пытались по большой неве выйти финский залив во всех остальных случаях вот это разрешение хотя формально оно должно быть но его никто у вас не потребует и не проверит еще одно обязательное условие если вы хотите передвигаться по рекам и каналам санкт-петербурга наличие рации речного диапазона которая работает постоянном режиме на пятом канале это нужно по требованиям безопасности это обязательное условие и без нее передвигаться запрещено но вы видите у меня в руках две рации я не сошел с ума это морская если вы заплываете за определенные точки петербурга то есть приближаетесь к финскому заливу то только марш морской диапазон поэтому сейчас мы находимся в финском заливе и формально я уже должен пользоваться этой рации для обеспечения безопасности на воде и вот такой вот атрибут безопасности которые наверное многие из вас видели знают спасательные жилеты и точно так же многие наверное удивляются почему по петербургу множество судов возит туристов и ни на ком не надет вот такой вот спасательный жилет все просто в каждом субъекте российской федерации действуют свои правила относительно спасательных жилетов в петербурге обязательно на судне должны быть спасательные жилеты но по числу пассажиров они просто должны где-то лежать в доступном месте но вот если вы на своем судне вдруг выдвинетесь куда-то далеко доедете до ленинградской области или до карелии в обязательном порядке нужно нацепить эти спасательные жилеты ведь у них правилах действуют совсем другие нормы это должно быть на пассажире это должно быть на водителе маломерного судна в обязательном порядке не будет платите штраф 500 рублей может быть деньги конечно небольшие но безопасность превыше всего поэтому не забудьте вот это вот в обязательном порядке ну еще один совет это конечно не обязательно условия но поверьте мне совет совсем не лишний если вы выдвигаетесь на водные просторы петербурга в обязательном порядке вам потребуется или опытный лоцман или карта глубин дело в том что не везде в петербурге глубоко есть какие-то подводные препятствия и без этого вы просто рано или поздно повредите свое транспортное средство и подвергните опасности себя и своих пассажиров самый дешевый вариант если у вас нет денег на дорогостоящие оборудование это сотовый телефон просто закачивайте в него карты есть несколько приложений к сожалению эти карты не бесплатные но в любом случае это будет дешевле чем покупать дорогое оборудование надеюсь некий наш чек-лист поможет вам правильно собраться в дорогу на маломерном судне ну а мы в одной из следующих программ расскажем обязательно я правила которые действуют в петербурге на что обратить внимание куда можно плыть куда нельзя где односторонние у нас водные артерии ну а сейчас пора вернуться к основной теме наша программа